Ты теперь невидимка. Что ты сделаешь в первую очередь? Надену на свою голову простыню белого цвета и подожду, пока первый осёл сдёрнет её. Потом будет интересно посмотреть за его реакцией. Я представил в своей голове, как бы это выглядело. Довольно весёлая штука. Но вот тебе дружеский совет. Не делай этого в гетто-районах, если хочется остаться живым. Немедленно надену плотно облегающий костюм, чтобы я был виден. Потом я пойду на станцию выбора офицеров морской пехоты, объясню им ситуацию. Буду на каком-то морском флоту в качестве невидимого солдата. Даже если я ещё не закончил колледж, я уверен, что они сделают исключение для невидимки. Чувак, если тебя спалят враги, они рассекут тебя, как жука. Какая польза от одного невидимого солдата, когда наука может сделать таких сотни? Отправлюсь в Париж, найду мима, выступающего на улице, и начну его избивать. Толпа бы дала ему громовую овацию. Зритель. Ух ты, этот парень потрясающий. Мим. Кто-то, помогите мне, я это не делаю, меня кто-то бьёт. Зритель. Эй, парень, заткнись. Ты мим, ты не должен что-то говорить. Я думаю, что ответ очевиден. Сиськи. Пойду в магазин игрушек и буду уродовать всех. Вероятно, буду придерживаться только электронных игрушек, чтобы все думали, что это просто неисправное оборудование или что-то в этом роде. И тогда одна из этих игрушек начнёт левитировать и демонически смеяться. Скажу своему боссу, чувак, у меня тут кое-что случилось. Я стал невидимкой. Так что, если ты не увидишь меня за моим рабочим столом, то знай, я буду там сидеть. Затем не забудьте настроить систему аудио-проигрывателя, который вы будете включать иногда, чтобы босс думал, что это вы говорите. А на самом деле вы будете просто сидеть дома и управлять этой штукой. Буду дрочить в людных местах, лол. Будет ли сперма невидимой в вашем теле, а затем станет непрозрачной? Или как ещё объяснить появление белой жидкости из ниоткуда? Стану ли я когда-нибудь снова видимым? Предполагаю, что я воспользуюсь своей невидимостью, чтобы убедиться, что моя видимая жизнь настолько удивительна, насколько это возможно. В зависимости от того, как долго я могу оставаться невидимым и в какой степени я могу контролировать его. Я начну с кражи как можно большего количества денег, ювелирных изделий и драгоценных металлов. Я очень надеюсь, что мне будет предоставлено достаточно времени для этого. Затем я придумаю, как это всё спрятать или положить на депозит в каком-то банке. А после всего этого, без разницы в каком теле я буду, я начну менять мир к лучшему, инвестируя большие суммы денег в действительно важные и хорошие проекты. А ещё, возможно, я со временем придумаю лучшие способы, как помогать людям при помощи своих способностей. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу всё самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдёте в описании. Первое моё действие. Я сразу попытаюсь выяснить, насколько я нарушаю законы физики. Я постараюсь выяснить степень и ограничение этой невидимости. Излучаю ли я какой-либо свет вообще или нет. Например, инфракрасный и так далее. Что будет твориться с моим весом и температурой? Что происходит со светом, который направлен на меня? Я поглощаю его, а может он не может проходить через меня? Предполагая, что я всё ещё могу физически взаимодействовать с миром, то, скорее всего, свет, который будет светить в меня, не будет проходить через меня. А значит, я буду частично видимым? Насколько сохраняется эта невидимость? Например, если я отрезаю свои уже невидимые волосы или ногти, становятся ли они снова видимыми? И если да, то с какими частями тела это работает? В качестве альтернативы, если я употребляю еду, напитки, в какой момент это всё интегрируется в меня так, что он становится полностью невидимым? И если я положу предмет в мою руку, он будет виден наблюдателем? Мне просто интересно. Никакие деньги или сексуальное удовлетворение в мире не могут сравниться с чувством явного исключения из общепринятых теорий о том, как работает вселенная. Во-первых, я бы нашёл привлекательную женщину, которая жила одна или с привлекательной соседкой по квартире в жилом комплексе. Я бы нашёл, в какой комнате они живут и терпеливо ждал их у двери. Когда одна из них придёт домой, в то время как другой дома не будет, я буду следовать за ней сзади и ждать, когда она войдёт в свою комнату, чтобы я мог войти внутрь вместе с ней. Оттуда я буду писать о том, что она и её соседка делают ежедневно. Писать это всё я буду, конечно, в каком-то дневнике, в котором каждое их важное событие и все особенности будут датированы и подтверждены. Я попытаюсь понять их самые личные дела и узнать секреты. Я буду жить в той комнате, что и они. Я буду спать там, укрывшись в дальнем конце комнаты. Я буду третьим соседом по комнате, и я уверен, они этого точно не узнают. После того, как в журнале будет достаточно личной и секретной информации о какой-то девушке и её соседке по комнате, я отправлюсь искать двух других женщин-жительниц в других комнатах жилого комплекса. Я сделаю с ними именно то, что я сделал с первыми. Запишу их самые личные и секретные дела в свой дневник. После того, как я повторю этот цикл снова и снова, я надеюсь, у меня появятся сотни, если не тысячи страниц, посвященных личным делам около 20 привлекательных женщин-квартирных жильцов одного комплекса. Я скомпилирую и организую все записи в свои собственные независимые работы, все с названиями и нумерацией. Я сделаю множество копий каждого, поэтому у меня будет несколько книг каждого набора соседей по комнате. Затем я положу эти книги под дверь комнаты каждой девушки, хотя я вряд ли увижу их лицо, когда они это впервые прочитают. Но я могу примерно представить их мысли в этот момент. Вскоре после этого девушки будут очень сильно паниковать. Эта история будет распространяться. Вскоре город узнает о таинственных книгах, оставленных на пороге этих девочек, странно описывающих самые личные дела, несмотря на то, что никого не было в комнате в тот момент, когда они произошли. Но я присутствовал там и всегда буду это делать. Мир теперь узнает обо мне. Мне, конечно, будет очень жалко тех девушек, но все же, стать всемирной легендой дорогого стоит. Да, но у них будет довольно много зацепок, чтобы выяснить, кто это был. Потому что они будут видеть даты, когда записи были сделаны. И примерно будут напоминать, когда они могли впустить кого-то в свою квартиру. Хотя вы сможете как-то договариваться с богатыми людьми, которые будут готовы заплатить любые деньги, если вы организуете слежку за тем, кого они просят. Ну, так как меня отследят в течение первого же дня, ползущего в женской запертой комнате, будет довольно сложно придумать, чем еще заняться. Но это действительно дает возможность найти изменников или что-то в таком роде. Но я бы сначала покатался на велосипеде по всему городу, лол. Разве не было бы жутко просто увидеть велосипед с привидениями, проезжающий по всему городу? Тогда я бы припарковался на подъездной дорожке возле какого-то незнакомца и узнал, слышал ли он обо мне. Если они подтвердят, то я буду чертовски популярен и смогу делать вещи намного большего масштаба. Пытаясь ответить на этот вопрос, честно, я, вероятно, подумал бы, что я сплю и просто попробовал бы ущипнуть себя. Понимая, что это все реально, я бы позвонил своему лучшему другу и провел бы целый час, пытаясь объяснить, что я не употребляю наркотики и я действительно стал невидимкой. Как только он убедится в этом в реальности, я думаю, что мы придумаем что-нибудь сумасшедшее, но, если честно, я даже не знаю, что именно. Я не очень хочу делать что-то плохое и вряд ли смогу это делать, так как я смогу всего лишь быть невидимкой, а не читать мысли, например. Поэтому эта возможность вряд ли даст мне что-то особенное. Найду кого-то, кто всегда был придурком для меня, но также и суеверным. Тогда я войду в их дом и буду ползать, издавая страшные звуки. Начну перемещать мебель, писать на стенах, включать и выключать телевизор, запирать все двери и прятать ключи от них. Отключу телефонную линию и буду делать другие жуткие вещи. Потом, когда их родители придут домой, я спрячусь и буду наблюдать за их выражением лица, когда они будут говорить своим родителям, что у них в доме живут привидения. Это будет очень забавно. Сразу же отправлюсь в ближайшую биолабораторию или физическую лабораторию и предложу ученым образцы моей кожи, крови, чтобы посмотреть, могут ли они повторить ее эффекты и умения. Заключить промышленное соглашение с лабораторией. Сделать на этом миллиарды, продавая технологию маскировки в военных контрактах. Инвестирую деньги в космические программы с целью организации коммерческих операций по добыче и переработке астероидов, а также космических отелей. Постепенно начну расширять свою сферу деятельности вне нашего мира, поскольку уже использую все то, что мне надо будет. Эффективно будет стать государством корпораций, базирующимся в космосе, а потом продолжу расширяться, обеспечивая постоянство человеческой расы во вселенной и исследование неизвестного космоса. А потом вернусь на Землю и буду наблюдать за теми идиотами, которые купили такую же кожу, как и у меня, и все, что они будут делать, это наблюдать за женщинами в женской раздевалке, потому что ничего оригинального они не могут придумать. Поскольку свет будет проходить сквозь меня, не подвергаясь воздействию, я думаю, что это будет происходить и через мои глаза, зрительный нерв. И я скорее бы всего начал кричать, что я ослеп, а потом начал кричать, что я еще и невидимый, а люди бы не понимали, откуда доносится крик. А на этом видео заканчивается. Ссылка на мой телеграм-канал все также находится в описании. И если на этом видео наберется много лайков, я сразу же начну делать вторую часть. А для того, чтобы не пропускать вечерние премьеры моих роликов, на которых мы с вами дружно общаемся, советую нажать на колокольчик. Спасибо, что поставил лайк и подписался на канал. До завтрашнего вечера. А вот рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Ну, если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!